Вся правда о национальном парке Yellowstone. Сюда ни в коем случае нельзя приезжать в выходные дни. Но это, собственно, я уже говорила, по-моему, про другие парки. И когда мы сюда попали, ну, разумеется, в выходные дни. Сегодня суббота, и мы стоим в пробке в парке. Причем мы стоим в пробке, знаете почему? Потому что люди впереди в машинах кого-то увидели. Они там кого-то увидели. Причем самое обидное, что 100% какого-нибудь бизона. Ну, вчера мы тоже очень сильно радовались бизонам. Но, знаете, как бы увидели класс там. После того, как ты уже сотого увидел бизона, то как бы ты уже не особо там вдохновлен ими. И они просто останавливаются, потому что... И у них нет, понимаете, такого понятия, как съехать на обочину, остановиться, чтобы люди дальше проезжали, если им хочется пофотографировать или там посмотреть просто. Они просто тормозят посреди дороги и начинают ехать за скоростью 1 миля в час. И фотографировать, снимать, что-то делать. И из-за этого пробка, которая даже на карте Google нарисована красным таким вот отрезком, просто в средине парка. Вчера была такая же пробка из-за того, что там 2 оленя рогатых лежали, и мы тоже в них стояли. А сейчас, вот я же говорю, мы только-только заехали в парк, еще нет, еще 10 утра нет. И мы просто на въезде, ну как на въезде уже, да, проехали там, не знаю, 3 мили. И стоим в пробке, потому что там 100% кого-то увидели. Но если бы это был Мишка Гризли, то еще ладно, мы бы тоже хотели его просто встретить. Вчера возле Медведя даже быстрее пробка рассосалась, кстати. Потому что она уже была. КОНЕЦ Так собираются толпы людей, когда видят Медведя. Но там правда очень классно, там несколько маленьких-маленьких Медвежат. Но, к сожалению, их почти не видно, поэтому на камере совершенно не получается записать. Из 290 водопадов самый высокий и зрелищный – это нижний водопад на реке Йеллоустоун высотой 94 метра. Йеллоустоунская плата прорезает 3 глубоких ущелья. Каньон Льюиса, образованный одноименной рекой на юге. Черный и большой каньоны на севере. Длина большого каньона или Гранд Каньона – 39 километров. Глубина – до 370 метров. Ширина в некоторых местах – более километра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В парке есть 4 въезда по сторонам света, 9 центров для посетителей, в которых можно узнать какую-то информацию, купить сувениры, еду. На карте, которую выдают при въезде, обозначены все центры, кемпинги, зоны для пикника, отели и другая инфраструктура. Кстати, по всему парку просто огромное количество места для пикника со столами и туалетами. Практически всегда эти места находятся в очень красивых местах с видом на реки, озера или гейзеры. На территории парка находятся 12 кемпингов, 7 из которых работают по принципу First Come, First Serve. Кто первый приехал, тот первый и обслужен. Так как отели и кемпинги на территории Йеллоустона принадлежат частной компании, то и забронировать там места можно на их сайте, а не на государственном, как это обычно бывает в США. А те кемпинги, которые работают по принципу First Come, First Serve, принадлежат National Park Service. Для максимального удобства лучше всего останавливаться каждую ночь в разном кемпинге или в разных отелях. В таком случае можно сэкономить время на возвращении вечером в кемпинг, так как территория парка большая, а точнее просто огромная. Отложения минералов, вынесенных на поверхность водами многочисленных источников, образуют в Йеллоустоне очень красивые и необычные террасы, наиболее живописные и известные из которых мамонтово-горячие источники. Что касается медведей-гризли, это одни из самых знаменитых жителей парка Йеллоустон. Первым посетителям парка разрешали кормить медведей, и рейнджеры даже приветствовали это. Но после того, как много посетителей было убито и покалечено милыми мишками, их запретили кормить. Сейчас, когда медведь появляется где-то недалеко от дороги или туристического места, сразу же из ниоткуда появляются рейнджеры следить, чтобы люди не подходили близко к животному. Если вы в парке видите толпу туристов, сразу же останавливайтесь и смотрите, что они там фотографируют. Чаще всего это будет какое-то животное. А в этот момент на наших глазах разворачивалась настоящая медвежья драма. Медведица с тремя медвежатами оказалась в центре поля. И, конечно же, если бы не рейнджер, мы бы и не узнали, что происходит. Но когда он подоспел, он рассказал, что недалеко от нее, буквально в двухстах метрах, в лесу находится черный медведь, black bear. На видео это же тоже разновидность черного медведя, но называется она cinnamon bear, медведь цвета корицы. И черный медведь, самец, если учует запах медвежат, он будет вынужден их съесть. Такова природа, естественный отбор. А на данный момент он не может так чувствовать запах их, как чувствует медведица. А медведица учуяла этого черного медведя. И вот она ходит кругами в центре поля, и она не знает, куда ей бежать. С одной стороны, люди создали стену, и рейнджеры нам сказали, что это даже хорошо. Мы таким образом ей помогаем и оставляем ей меньше мест для побега, так сказать. И с другой стороны, тоже люди и рейнджеры создали стену. С третьей стороны, рейнджеры остановили движение и оставили возможность для медведицы убежать в ту сторону. Или же, там, еще с одной стороны, было еще одно такое место, куда она могла уйти. И вот рейнджеры, переговариваясь по рациям, просто надеялись, что эта медведица с медвежатами уйдет куда нужно, и что медведь не успеет их учуять. Собственно, так и произошло, и просто послушайте радостные возгласы людей, когда медведица, наконец, ушла. Субтитры создавал DimaTorzok Объехав огромное количество национальных парков США, Yellowstone однозначно выдвинулся на первое место в нашем рейтинге лучших парков Америки. И мы очень рады, что он оказался едва ли не последним на нашем пути, потому что после него все остальные красоты казались бы уже не столь прекрасными. Субтитры создавал DimaTorzok Дружи Бобер Добрий день, вы куда? Добрий день, вы куда? Добрий день, вы куда? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Это по-моему лось У лося вроде другие рога Слушай, а может и лось? Я не знаю Я в шоке! Субтитры создавал DimaTorzok Вы представляете, мы только что увидели лося И это было просто так смешно Мы едем И я всматриваюсь вдаль И я вообще-то ищу медведя гризли И я смотрю И у меня просто тут бах перед глазами Просто такой бах лось Именно вот, ну не знаю, в трех метрах от дороги То есть совсем рядом И я такая И я говорю, Петя, там кажется был олень Ну я вообще думала, что это олень Ну я, короче, не знаю точно, кто это был Петя говорит, что это был лось И я говорю, слушай, ну может быть это муляж какой-то был Типа скульптура, там статуя какая-то Потому что он вообще, он просто такой стоял на меня, смотрел И не двигался И это, знаете, так вот доля секунды Мы разворачиваемся И подъезжаем И это реально стоит этот лось, олень Кто его, не знаю Ну он просто очень необычный То есть это не тот олень, как мы в парке видели Но скорее всего это все-таки, наверное, был лось И он просто стоит такой Жует траву, там что-то ходит вокруг А мы просто были в шоке Фух, все Нашли мы мотельчик В городе Ой, боже, я даже не знаю, как он называется Red Lodge, по-моему, или что-то такое Ну ничего, нормально Дорого, правда 138 долларов с налогом получилось Но это был самый бюджетный вариант здесь Ничего, слава богу, чисто, просторно И микроволновка с холодильником Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!